Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А 8 марта, на самом деле, год назад фактически мы образовались, и 8 марта это был просто ближайший хороший повод для того, чтобы выступить где-то и выйти, скажем так, в люди, можно сказать, в люди. Продолжение следует... Ну, а Александр, собственно, для супруги, да? Я только для супруги. То есть у каждого все-таки были, конечно, свои причины, но вот ты сказал, что уже несколько лет вынашивали эту идею, а что препятствовало? Ведь, конечно же, мы все знаем, что вы работаете во многих музыкальных проектах в городе, наверняка, наверное, времени не хватало, да? Да, в первую очередь все работают с солистами и с другими коллективами, там у нас с Пашей есть группы, Дима Горовой, который сегодня не смог, к сожалению, прийти. У вас есть шанс передать ему привет в студии? Дима, привет! Дима, привет! Приходи! Как-нибудь... Да, к сожалению, просто так сложились технические обстоятельства, что Дима не может присутствовать, но у вас квартет, тем не менее, да? Дима работает в военном ансамбле и тоже с этим сложности, и у нас занятость, поэтому вот главная причина была, мы не могли собраться. Сейчас идут усиленные репетиции, и очень тяжело подкраивать график друг друга, но находим время. В общем, ничего не изменилось с тех пор, как бы времени как не хватало, так и не хватает, но вообще было сложно, потому что, во-первых, этот коллектив такой вокальный, мужской, он чуть ли не единственный в нашем городе, да может быть, и там края, да? Уникальный коллектив. Уникальный, да, и поэтому нет вообще, в принципе, такого опыта создания такого коллектива, и приходилось на своих ошибках учиться постоянно, да, какие-то препятствия преодолевать, вот в этом сложности, да, как вообще? То есть все хотели, все, да, мы хотим, а как никто не знал, поэтому вот очень долго все сложно, ну, вроде бы, вроде получается. А в чем конкретно уникальность, можно об этом подробнее рассказать? Мужской квартет, в первую очередь, ну, плюс эстрадная программа, то есть в академическом вокале, ты понимаешь, есть у нас, да, коллектив, но академического плана, а именно вот эстрадных, исполняющих популярную, скажем, музыку, ну, лично я не знаю, ребят, может, как-то по-другому? Еще и под живой аккомпанемент. Еще и под живой аккомпанемент, да. Вот еще в чем дело. То есть все так, да. В концерте будет аккомпанировать нам группа «Вигри», в которой Павел работает. Отличные ребята. Ну, этот год не первый такой подарок для женщин Владивостока и гостей нашего города, прекрасной половины. Дело в том, что уже в прошлом году, насколько мне известно, вы неоднократно выступали с подобной, а может быть, с этой программой, и, конечно же, насколько мне известно, это все проходило на ура, это так? Да, это было на самом деле очень здорово. Четыре дня подряд, да, у нас, по-моему? Четыре дня, да, у нас подряд это было все. А в этот раз что-то будет из программы, стоит что-то, чуть-чуть. Самые удачные песни мы решили оставить. Но, конечно, будет новое. Хиты на все времена. Вот, Саша, ты сказал хиты на все времена, но дело в том, что, конечно, у женщин, как и у мужчин, как и у всех людей, в принципе, достаточно разные музыкальные вкусы. И, конечно, хочется пригласить дамы, чтобы каждой из них было приятно услышать именно ту музыку, которую любит она. И наверняка возникали сложности с репертуаром, ведь нужно учитывать очень много факторов. Расскажите, по какому принципу выбирали композиции, какие, может быть, песни любимые смогут услышать наши женщины? Ну, некоторые женщины, наверное, просто даже не подозревают, что эти песни их любимые. Они до концерта любят другие песни, потом приходят и говорят, нет, все-таки вот это мне нравится. А что это было за песня? Что это было за песня? Я ее никогда не слышала. Песни выбираются, ну, во-первых, у нас демократия. Мы всегда обсуждаем, кто-то предлагает. Некоторые вещи просто вот мы находим в интернете и даже там, даже не помнили о том, что есть такие песни. Выбираем, пробуем. Или не знали. Да, но и тем не менее в течение года все равно то-то-то там выступаем потихонечку, да, на каких-то мероприятиях, еще что-то. И всегда смотрим отдачу людей. То есть, да, вот эта песня, да, она хорошо, всегда людям очень нравится, да, то есть мы ее 100% выставляем, это 100% хит. Какие-то песни, они, мы их делаем, тратим достаточно много времени, да, но потом все равно понимаем, что нет, нужно что-то менять и как бы вот так образуется программа. Да, в процессе сейчас подготовки какие-то песни уходят, которые были бы изначально выбраны под... Естественный отбор. Мы, конечно же, стараемся все-таки какие-то прям 100% хиты использовать, которые звучали когда-то или звучат сейчас. На все времена, как говорится. Да, да, чтобы уж точно не прогадать. Чтобы зал подпевал. Кстати, да, это тоже очень важный момент, люди должны знать эти песни, потому что очень много музыки неизвестной и красивой, но вот у нас почему-то так получается, да, что наша публика, да, ну, может, к сожалению, может, к счастью, не знаю, но у нас людям очень важно, чтобы они знали эту песню и могли хотя бы мысленно, но ее подпевать, вот эти моменты тоже, поэтому это тоже учитывается. Это будут исключительно песни или какая-то еще программа дополнительная? Как будет проходить концерт? Танцы будут, стихи будем. Дмитрий станцует, сядет на шпагат. Это будет шоу, это будет шоу все-таки прежде всего, то есть, которое сочетать будет и танцы какие-то, ну, конечно, может быть, не сами мы будем. Да, танцы, не от нас. Танцовка будет использоваться, будет видеоряд обязательно идти, то есть, это такое будет полноценное шоу. Опять же, опыт организации вот такого плана концертов, то есть, в прошлом году, да, мы поняли, что мы не учли, ну, многих моментов, все равно, может быть, там зритель и не заметил ничего, да, но все равно какие-то моменты выпускаются, и ты, наступая на разные грабли, надеюсь, все-таки каждый год, какие-то моменты все равно, и стараешься с каждым годом сделать лучше, лучше, потому что, ну, лично у нас, да, нет какого-то штата людей, которые бы работал, там, да, продюсеров и всех остальных, поэтому приходится все самим, все через свой опыт, как бы, и я надеюсь, что с каждым годом, во-первых, эти концерты, они будут традицией, и с каждым годом они будут только лучше, то есть, мы будем набираться опыта, с каждым годом больше и больше, и будет веселей. Да. Безусловно, Приморская Краевая Филармония, эта площадка, это уже подразумевает под собой определенный уровень музыкантов, да, что для вас выступать именно на этой сцене, работать на ней? Вы ведь являетесь солистами, да, на сегодняшний день, да. Им проще. Все впереди. Сцена как дом родной. Нет, на самом деле зал очень хороший, красивый очень зал, атмосфера есть своя филармония, атмосфера, да, своя. Важна также и акустика зала, ведь далеко, к сожалению, не все там дворцы творчества и так далее, сценические площадки вообще городские, они позволяют звуку, да, максимально правильно раскрываться, это ведь так, а филармония, мне кажется, это оптимальная площадка для этого. Да, да, то есть, ну, отстроим звук, все будет отлично, я думаю, что максимально... Главное, я боюсь, чтобы не жаловались, что громко, потому что живая музыка, живая группа будет, но мы постараемся. А так как люди все-таки привыкли немножечко в филармонии к акустическому, только больше, да, камерному, то да, вот этот момент есть, но мы как-нибудь так, наверное, сделаем, чтобы было приемлемо. Приемлемо, да, полуровня звука. Мы, безусловно, сегодня говорим о концерте для женщин, в честь женщин, но, безусловно, также ваша команда, она поет не только для женщин, но и для мужчин. Вообще, можно ли будет прийти на этот концерт мужчинам, или это будет строго запрещено? Ну, мне кажется, на 8 марта, или там в преддверии праздника, мужчины же не могут проложить женщину одну. Иди на концерт, да? Нет, он может, конечно, это сделать, я думаю, а я с друзьями в баню потратим-то на концерт, да, а я как бы... Да нет, ну, вообще, конечно, предполагается, что все придут парами. Мне кажется, это нормально, даже с семьями, да, ну, как бы есть люди, которые, да, непосредственно знакомые, которые, естественно, пойдут на концерт, а мы вот всей семьей, бабушку там за ручку приведем и все такое, поэтому... Ну, 8 марта такой замечательный повод, а как бы кому идти, ну, какая разница? Если тебе нравится хорошая музыка, и, я надеюсь, хорошее исполнение, да, почему нет, ни прийти, ни послушать? Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Что тебе подарить, кроме верной любви? Может, эту весну, может, песни свои, может, звездную ночь, может, тихий рассвет, для меня ничего невозможного нет. А я повторяю, вновь и вновь, не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь. У нее коса пшеничная, родниковые глаза и поляны земляничные щедро дарят ей леса. Ни вблизи, ни вдали, я не знаю земли, лучше той, что меня растила. Синих рек рукава в небе синь-синева и светла от берез Россия. Может быть, но вот совсем еще недавно Захлебнулось сердце радостью в груди. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы и натешилась душа. Все, что пела, все, что млело, все давным-давно и слела. Только ты, моя гитара, прежним сводом хороша. А мы продолжаем наш разговор. Естественно, к 8 марта концерт будет не единственным. И, конечно же, у вас как и были выступления, так и будут. У вас много планов, насколько мне известно. Может, даже каких-то еще проектов. Расскажите о них. Да, на самом деле планов очень много. Планируется выезд с концертами по краю. То есть, это будет Находка, это будет Артем, это будет поселок Врангель. Еще какие-то будут места, как раз посвященные Международному женскому дню. Также думаем, что у нас не за горами май, 9 мая. То есть, будут какие-то концерты, я думаю, что посвященные 9 мая. Там, возможно, если пригласят, может быть, на площади, не знаю, будем ли мы устраивать какой-то отдельный концерт, и есть ли в этом смысл. Но еще обдумаем. Сейчас пока все силы на четвертое число направлены. Некогда думать. Как вы находите это время? Насколько я знаю, человеку творческой профессии очень сложно все-таки совмещать. И, как вы сказали, когда это люди из разных вокальных коллективов, групп, разных, в принципе, сфер, может быть, музыкальных, каково это, собираться, как вы подстраиваете? Вы, наверное, по ночам тоже порой репетируете. Ну, еще по ночам не буду. То есть, сегодняшний день будет ночной подружение. Очень сложно все. Очень сложно. Потому что собрать четырех человек в одно время это практически невозможно, потому что у всех свои дела и работы. И прямо на самом деле каждый раз как-то мы пытаемся совместить выгоды. Хотя бы два часа, чтобы все вместе были. Нужно бросать работу просто. И репетировать. Нам нужен спонсор. Срочно. Ну, это еще хорошо вчетвером. Я последнюю неделю и чуть больше уже репетиции с группой, и это уже восемь человек нужно собрать. И это прям, да. Тяжело, но... Ну, вы держитесь. Мы держимся. Может быть, такой немного некорректный вопрос, но все же не могу его не задать. Безусловно, вы работаете всегда вживую. Не то, чтобы некоторые на нашей российской эстраде. И как вообще связки себя ведут в непрерывную работе? Связки себя ведут порой вообще непредсказуемо. Показал опыт четырех прошлогодних концертов, когда зачастую случается так, что в напряженном репетиционном режиме работаешь, 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 и непосредственно перед мероприятием связки говорят, все, до свидания. Дальше ты как-нибудь сам. Дальше сам. Вот. Ну, не знаю, включаются какие-то функции, защитные организмы. Резервы, да? Резервы, ты выходишь, отрабатываешь концерт, потом опять хрипишь, сипишь, там, ну, по-разному бывает, да? Вот, ну, как-то, как-то вот... Я надеюсь, в этом мы этого избежим. Я очень надеюсь каждый раз избежать этого. Но очень часто происходит именно так. Тяжело, да, потому что есть вечерние, ночные концерты, работы с группой, и... Конечно, здесь. А бывают репетиции с утра, после ночной работы, конечно, да, бывает очень тяжко. Голос не поет. Ну, я думаю, что все будет хорошо, что, опять же, резервы внутренних организмов вам помогут. А не подумываете ли вы о совместных проектах подобных? Может быть, это какие-то даже благотворительные концерты? Ведь действительно праздников очень много, и сегодня это пользуется популярностью у людей. Может быть, это проекты с другими коллективами? С каким-нибудь женским, может быть, квартетом? А мы, на самом деле, периодически участвуем в мероприятиях городских. Условные концерты. С коллективами другими, и с вокальными коллективами, и с женскими, и с танцевальными коллективами. Вот, на самом деле, даже у нас будет 2-го числа, да? Впереди у нас концерты для администрации города и края, и там будут участвовать и вокальный коллектив «Бриллиантс». Собственно, все номера прям будут. Певицы, подруги боевые. И будут танцевальные коллективы. Ну, в общем, одни из лучших артистов города, и у нас там будет тоже такой симпиоз. Ну, а вот по поводу благотворительности, я считаю, что да, нужно этим заниматься. Просто пока еще как-то вот... У меня уже был предварительный разговор и опыт работы. Вот недавно был концерт, проводили фонд «Сохрани жизнь». И при поддержке, патронажем управления МВД, и был маленький концерт, скажем, такой пробный. Я там участвовал сольно, был оркестр МГУ Мини-Невельского. Но летом планируются крупные мероприятия. И я думаю, что, возможно, мы и по участкам квартета. Было бы здорово. То есть вас уже можно, в принципе, послушать, как вы сказали, 2 марта, да? 2 марта... Ну, там это будет для администрации. А, это будет закрытая. Да, это будет закрытая вечеринка. Открытая вечеринка будет 4-го. Кстати, вот еще одна сложность, что несколько концертов, и, ну, хоть половина, скажем, песен одни и те же, но программа несколько разная, и вот уже начинает путаться. Мы на репетиции собираемся. Так, подожди, какого числа мы какие песни поем? Так, давай эти разбирать, в первую очередь. Нет, вот эти вот. Ну, тяжеловато. А что, если так же? У меня была такая история. Я, когда училась в Академии искусств, пела в хоре. У нас есть такая дисциплина, как хор была. И я стояла и в сопрано, и в альтах. И я помню, что я раньше времени не на ту песню перешла. И стояла, открывала рот, потому что не смогла сориентироваться. Это, конечно, опасно. Но я думаю, что у вас такого не случится. У нас нельзя просто открывать рот. И перейти от альт. Ребят, ну я думаю, что стоит еще раз озвучить, когда, где будет концерт, пригласить. Александр, 4 марта в 17.00 в Приморской краевой филармонии. Будем рады видеть всех женщин, девушек, мам, бабушек, дочек, всю прекрасную половину человечества. Мужчины, сделайте подарок своим любимым женщинам. Свалите их на наш концерт, нам будет приятно. Мы вместе повеселимся, отдохнем, послушаем хорошие песни. Билетов осталось мало. Два? Нет, не два, билеты, безусловно, есть. И, конечно, я уверена, что жительницы города с удовольствием придут на ваш концерт, и жители вместе с ними. И это станет, конечно же, отличным подарком для всех нас. Спасибо вам огромное, ребят, что пришли к нам. Удачи вам. Спасибо вам. Всегда быть в голосе желаем. И ждем вас на концерте. Обязательно. Спасибо большое, что пришли к нам. Это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова